всем привет сегодня у нас будет ремонт сабельной пилы gr3060 как ремонтировать пилы у меня есть видео как полная разборка полная сборка этой модели здесь же мы просто обычный ремонт очередной ну это пила по моему не знаю было не было по артикулу посмотрел как не было у нас так пила полностью рабочие и как раз ее вовремя принесли на диагностику потому что видите вот болтается по идее по идее здесь ну как бы просто износ подшипников там по мелочи получится ремонт если упустить этот момент и пилить дальше то ремонт может возрасти там чуть ли не в два раза стоимости когда начнут там большой износ быть ну кстати здесь тоже возможно еще и ползунку вас поменять смотря в каком состоянии разбираем снимаем кожу золен тут это желательно смотать это он не снимется до пила это у нас в ремонте не было потому что смазка здесь не оригинально но и не наша я такую не закладывал ну вот как мы видим задний подшипник вообще рассыпался вот внутренняя обойма внешне даже нет нигде это все надо вычищать внешняя обойма она крутится вот об это место видите винт по коцову ну нужно разбирать это все чистить а вот и колечко внешне тут и шарики везде должны валяться кружинка в колечко вряд ли это пила первый раз в ремонте как у нас первый раз ремонте я эти колечки пружины стопорно всегда меняю в запчастях это кольцо было заменено и идет другое на новых пилах она тоненькая стоит в запчастях когда вы будете покупать его она уже там совсем другое вот здесь еще стоит как как изначально при покупке пилы тонкое видите она очень тонко я их никогда не оставляю его конечно можно теоретически оставить но один раз уже был инцидент когда патрон после ремонта рассыпался и поэтому я их меняю всегда и вот эта часть лоумана, пензамена, пружина кустома, вот эта часть нормальная, бывает часто вот такие отламываются. Здесь еще более-менее, но когда сильно изнашивается начинает вот это болтаться сильно, плюс помимо здесь внутри бронзовые такие втулочки, видите они тоже изнашиваются, когда они изнашиваются придется вот этот весь корпус менять, здесь мы оставим все как есть, пока предварительно еще не разобрал ее полностью. Пружинки вот эти тоже бывают, начинают все тоньше и тоньше становиться, сейчас нормально. Вот эту штуку я всегда меняю, она всегда стаживается, вот она ползуном уже стерлась. Кто-то интересовался, что за бумага, и пожила ОА Белгород, улица Разуминская 6, вот звоните ему по телефону, денег за рекламу требуйте. Как будто помыл. Вот видите подшипник уже пропилила и начала уже пилить вот эту часть. Ползун, достаточно дорогая запчасть, там больше тысячи стоит, точно не помню. Изнашивается обычно вот в этом месте, вот здесь, здесь он еще нормальный, здесь чуть-чуть есть износ, это небольшой, бывало и побольше. Ну и вот здесь из-за того, что задний рассыпался подшипник, оно сточилось. Вот этой частью как раз он начал пилить вот эту крышку. Ну как бы для экономии ремонта пока еще походит. Подшипники по-любому под замену. Направляющая ползуна. Обычно вот здесь она стирается из этого шона, по ней как раз вот здесь и катается. Ну эту можно как бы оставить, хотя вот здесь он сточен. Но она недорогая и вот здесь вот сточилась. Не знаю, лучше поменять. Ну и основная вот эта здесь прокладка под замену по-любому. И вот это тоже под замену. А здесь надо смотреть, чтобы направляющая здесь не болталась. Бывает она ходит туда-сюда. Здесь вот нормально сидит. И чтобы были целые вот эти места, где сидят подшипники. Ну и вот эти втулки. В принципе, эту часть можно ее оставить. Так. Короче, подготовил к ремонту. В принципе, эта часть готова. Ничего не мыл. Вот это просто с помощью одной туалетной бумаги. Вытер. И вообще, не даром у Макиты верхняя запчасть продается отдельно. Чтобы вы прямо на рабочем месте сняли кожух, открутили верхнюю крышку, выбросили и поставили готово. Вот эта штука, она продается целиком. Вон там видите, я не знаю, хотелось бы узнать у Макиты. Эта смазка, которая в ней наложена, этого достаточно. Мне кажется, надо побольше вложить. Или класть, как правильно. Вот он артикул. Покажу. Вот он. 127-400. Редуктор в сборе. Поэтому можете сразу закупить себе таких с десяток. И прямо на работе открыл, смазки кинул, закрыл. Протер, конечно, желательно. Вот обязательно, не желательно, обязательно магнитиком везде пройтись магнитиком и собрать все металлические запчасти. Потому что здесь валялись шарики от подшипников. Точнее от одного подшипника. Ну и всякая там стружка и прочее. Она магнитом очень легко убралась вся. Можно собирать. Ну и конечно же проверим щетки и электрику. Щетки хорошие. Электрику мы разберем для того, чтобы почистить. Видите, все забито. Эту часть открывать не буду, потому что я еще ни разу не видел, чтобы там были какие-то проблемы. Там даже обычно смазка новая. Один раз только менял двигатель, когда заклинило. Ну, там и понятно было, шестерни не крутились. Ну, якорь уже видите. Комплект щеток он уже отработал. Он не отработает и второй. Даже без проточки. Ну а здесь, как мы видим, надо продувать. Обязательно затяжку вот этих посмотреть. Ну и чтобы она лучше почистилась, продувалась, откроем еще эту часть. Вот видите. То есть лишним не будет это открыть и дунуть. Не вот здесь я... Видите, как изнашиваются. Сейчас ближе покажу. Видите, как металл стирается, пластмасса стирает металл. Вот сюда подложу какие-нибудь картонные от коробки. Вырежу, чтобы она не болталась. Ну, примерно вот так. Меняем вот эти запчасти. И все это вместе с работой будет стоить 2200 рублей. Примерно вот так это выглядит. И соединяем. И закручиваем. Предварительная проверка. Вот о чем я говорил. Вот эта тоненькая. Посмотрите, какое новое. Точнее, в котором они заменили кольцо. Совсем из другого материала. Кому интересно, как собрать патрон полностью, есть отдельное видео. Ну вот и все готово. Кстати, если бы Макита снизила цены на вот этот чехол, я бы наверное ставил всем новый. Но так как народ не готов платить около рубля за кусок резинки. У нас изолентой обмотают весь редуктор. И будут работать. Вместо того, чтобы купить новый. Ну, в принципе, на сегодня все. Ну, что.